всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня 31 января воскресенье на моем канале новый лайф влог только что досняла ну как полчаса назад досняла предыдущий влог и начинаю снимать новый как раз таки в предыдущем влоге я закончила тоже снимать вид из окна было еще довольно таки светло в 1700 а сейчас уже зажглись фонарики везде ну и мне кажется так все выглядит гораздо уютнее также я показала что варю суп-пюре и но я показала как только все залила туда ну и вот сейчас уже все это выглядит вот так вот все измельчилось ну там еще зелень конечно плавает вот я даже честно говоря лаврушку туда добавила и вот это вот там кусочки лаврушки но общем классная периодически делаю такой супер и мне очень нравится удобная штука и действительно хорошо все измельчает но и сейчас я отсюда перелью все сюда и помою в принципе можно хранить вот в этой штуке здесь даже есть режим подогрева то есть можно вытащить из холодильника кувшин поставить и подогреть но не знаю мне как-то проще ночью я не налью отсюда в маленькую кастрюльку и не разогрею мне кажется так лучше и сварила компот вот уже положила как видите это перелила в термос и ягоды ну немножко там вот шиповник еще что-то я там положила остальное в пиалу потому что сейчас немножко сама поем собаки да ну конечно слишком много собаки нельзя но тут и порция маленькая тем более мы пополам съедим но нравится ему почему бы и нет не доставить такую собаки радость надо единственное что помыть чайник он как и все вот блестящее видите моешь моешь и постоянно все летит конечно многие люди убирают во время приготовления с плиты чайник но честно говоря не очень-то мне хочется этим заморачиваться лучше уж я периодически его помою ну как-то мне нравится что он стоит на плите как раз буду обедать сейчас вообще очень непривычный вкус у супа потому что в этот раз я добавила туда тыкву я в принципе ничего против тыквы не имею но правда и не являюсь сильно фанаткой и ну такой интересный вкус получился необычный но вкусно так что сейчас поем я правда хотела немного хлеба испечь но по ходу действия уже отложу это на завтра потому как ну дело в том что я не очень люблю у меня есть такая привычка когда я допустим ухожу из дома я много чего выключаю в том числе перекрываю даже воду но если надолго вот и например когда я выхожу с собакой ну понятное дело что я не перекрываю воду и так далее но я люблю скажем так чтобы там бытовая техника была выключена но просто там стиралка вот такое и хлеб печется 4 часа соответственно не успеет приготовиться до моего похода с собакой а прервать этот процесс уже будет как бы нельзя поэтому я лучше отложу на завтра поставлю утром например вот просто мамина подруга как-то всегда уходила в магазин и оставляла стиралку работающий ну конечно это очень удобно потому что то меня например там вай-фай розетка и соответственно можно той или иной техникой управлять на расстоянии даже из другому не только из другого города в принципе да там из другой страны это очень здорово но вот мама ей всегда говорила что как бы так нельзя делать и как-то она включила машинку уже все открывала входную дверь чтобы пойти в магазин и у нее там ну как бы задымилась поэтому я честно говоря стараюсь все вот когда ухожу выключаю понятное дело что холодильник всегда работает но тут тут уже ничего не поделаешь но вот то что можно как бы выключить я стараюсь поэтому хлеб сегодня печь не буду уже другой день завтрак но как всегда каши с арахисовой пастой кофе свечки и раскраски и погода за окном вот такая снежная снова навалит снега много ну в общем ладно главное было бы хотя бы комфортно как-то но зима к сожалению не комфортная в основном холодно и сыра сейчас уже другой день даже прошло несколько дней буду готовить рыбный суп и использовать зажарку иногда она меня очень хорошо выручает ее делала летом вот думаю вкусно получится а вот кастрюлька рядом у меня там была лапша и она как бы немножко присохла тереть кастрюльку я не хочу что портить покрытие поэтому решила просто прокипятить и никаких проблем не будет так что готовлю суп ну вот уже зажарка растаяла кстати хлеб если я не говорила я так и не сделала но как-нибудь потом решила сделать блинчики из остатков кефира и не просто блинчики а именно форме вот сердечек но мне так захотелось с начинкой но его как водится заморозить чтоб кефир не пропадал тоже я про него забыла и в общем где-то стакан примерно остался рецепт на глаз сделаю как когда-то ну а в общем то тут рецепты особо и не нужны хотя последние там воды я делала почему-то по рецепту не знаю ну было интересно наверное попробовать что-нибудь новенькое вышли погулять с ушастым и с его подружкой вон сколько снега ашановская сковородка не очень хорошая и образовался еще и нагар на ней который убрать невозможно было поэтому я сразу после того как напекла блины посыпала солью и вот нагар отошел но пока еще не сняла с огня он прям отошел очень быстро что хорошо очередная прогулка с ушастым это уже другой день ну как водится много снега вот такие блинчики в виде сердечек получились и и сейчас один на другой и в морозилку в общем очень удобно симпатичные получились убираю их в морозилку пока сюда а потом переложу в другую делаю рис куриной грудкой и морковкой сначала куриную грудку немножко обжарила потом также обжарила рис и сейчас вот морковь добавляю и воду сейчас буду убирать пылесос моющий потому что я тут наводила порядок пылесосила ковер ну и вообще всю квартиру помыла просушила и сейчас буду убирать а также постирала и нужно будет сейчас повесить белье снять с сушилки белье у нас вообще очень сегодня холодно прям но у меня как водится вот на улице по было минут пятнадцать пока гуляла с собакой и все у меня уже замерзли руки и в общем теперь целая проблема они трескаются кошмар достала пара очиститель так что хочу пройтись по ковру давно и мне пользовалась кстати вам весь запылился северин марка очень давно ее покупали но она хорошая в общем насадки там вот разные и сейчас пойду полью цветы давай ушастый иди сюда дай мячик давай мячик ну-ка мячик давай давай зайка ну давай я тебе его кину ты ну где мяч сегодня девятое февраля я ходила фикс прайс ну по сути мимо проходила и зашла я взяла к чаю сахарную слободку нашла не сразу потому что мне мне это печенье просто очень нравится но я его вот реально очень давно не брала а тут вспомнила захотела взять чего нет такого к чаю именно магазинного и не могла найти потом смотрю они изменили упаковку еще мне понравилась вот эта сгущенка деревенская ну как это название типа на самом деле это продукт молочный сгущенный с сахаром ну в принципе здесь насколько я вижу вроде бы нормальный состав сыворотка молочная концентрированная сахароза молоко цельное сахар ну в общем там лактоза что-то такое короче нормально вкусно я одну такую брала там для выпечки и так далее мне понравилось поэтому решила взять еще одну пусть будет такая штука в общем то иногда бывает необходимо кстати срок годности у нее аж до ноября ну и прекрасно вот и еще я там увидела вот такой поднос вообще я стараюсь мимо подносов проходить потому что пользуюсь ими я не так часто в свое время у меня мама накупила всяких разных fix price подносов когда они были совсем там дешевые но несколько из них мне прям очень нравились они у меня до сих пор лежат а потом я еще где-то года полтора наверное назад купила там красивый поднос то ли с фламинго то ли чем-то и я на часто беру его с собой на балкон когда там перекусываю но вот этот вот ну как я думаю вы уже поняли я взяла для этого стола то есть что ты на поднос класть не думаю что у него очень хорошее качество потому что видите вот здесь вот и это еще хорошо что вот здесь многие были по центру покоцаны но ладно в общем и по по цвету вот как бы отличается у меня все таки более такой натуральный оттенок а здесь он более что яркий ну неважно мне в принципе поднос понравился и я буду его здесь использовать то что иногда действительно боюсь чуть перевернуть и будет очень хорошо так я еще брала одну салфетку но я ее в хобби влоге покажу также я заходила в здрав сити аптеку ну точнее как я на сайте здрав сити заказывала и в какую-то там аптеку около дома пришел заказ она по моему планета здоровья называлась что что-то такое мне нужно было взять на подарок вот такой аюрведический а бальзам лорен стронг просто у меня в семье как-то этот бальзам уже не меньше 20 лет но мне так кажется ночь очень давно хотя мы свое время много разных таких штучек покупали и сейчас они знаете продаются в таких флакончиках зеленая жидкость типа луан ким вот что-то в этом роде они тоже все очень хорошие но этот я люблю особую любовью потому что в общем он от всяких разных таких моментов и когда спина болит и суставы болят и голова там буквально нужно несколько точек вот намазать и все проходит это конечно здорово где-то года два назад я почитала инструкцию представляете впервые за много лет и там написано что он еще и вот при заложенности носа при насморке что нужно аккуратненько вот буквально чуть-чуть можно на слизистую намазать вот в такой стеклянной баночке он продается вот буквально немножко намазать и нос начинает дышать у меня в тот момент нос был вообще одна на зря извините за подробность полностью забитая тогда почитана простудилась заболела я короче взяла ватную палочку но я понимала что это аля звездочка и что это будет а у меня вы знаете такая в комнате и киевская кровать вот ну внизу стол а сверху кровать я понимаю что будет все равно от неожиданности головой потолок долбанулась до чего были острые ощущения но нос задышал реально полностью вообще вот за считанные секунды как будто вообще ничего не было и потом я еще часа наверное через два что ли еще раз помазала чуть-чуть и все и насморка нет теперь вот если я только чуть-чуть чувствую что как-то вот простыла насморк начинается я мажу и он все его как не было очень крутая штука и он там написано что в период всяких вот этих простуд вирусов эпидемии вот ну в общем я верю я даже если что бывает я могу как бы нос помазать но не не прям вот самого начала чуть-чуть поглубже и тогда вот попадает даже в горло чуть-чуть конечно тоже ощущение малоприятные но знаете вот при современных обстоятельствах лучше так хотя как вы знаете у меня как бы к этому ко всему спокойное отношение но опять же это никому же не нужно правда болеть поэтому я заказала в подарок один вот оксане александровой подарю но еще вот три там подружкам своему другу вот он кстати продается на валдберрисе стоит 200 чем-то рублей но дело в том что при всей его крутости он столько не стоит но в том плане что я его брала за 84 рубля есть сайты где можно взять за 90 чем-то рублей ну максимум за 100 хотя в принципе если нет он продается в москве и по моему еще в каком-то городе но не в питере и дело в том что за доставку очень дорого приходится платить если кому-то нужна доставка в другой город поэтому валдберрисе будет дешевле потому что валдберрис пункт выдачи доставка бесплатный поэтому если за получается за один пузырек можно заплатить 200 чем-то рублей потому что здесь 10 миллилитров но хватит этого средства очень надолго даже если срок годности закончится им все равно можно пользоваться с ним поверьте ничего не будет я почему-то ну вообще честно мне нужно было минимум 6 упаковок а так я планировала 7 то что мне нужно моему другу оксане потом двум ученицам моим подружкам плюс еще одной подружки тоже ученицы хотелось бы подарить и ну короче минимум 6 а то может быть и 7 и 8 штук я но добавить можно было к заказу только 4 к сожалению не знаю то ли это ограничение какое-то то ли еще что-то но в общем советую средства хорошие только знаете если вбивать в поиск лорен стронг вот есть такой вот аюрведический продукт а есть похожие баночки и в коробочке но самхита называется самхита стронг что-то такое и то и другое вроде как в индии произведено но я вот могу кгц ручаться только за этот продукт а там не знаю так кто тут мне пишет я просто жду одно сообщение но вроде не то еще я заходила в пятерочку значит но купила заодно туалетную бумагу заканчивается я как-то сейчас реже хожу по магазинам но просто потому что погода не располагает как-то мне неприятно вот и взяла еще немножко картофеля потом взяла пару пару луковиц ну не пару 4 небольшие все это сюда пока положим не знаю очень давно мне хотелось какого нибудь хлеба но не белого смысле там черный хлеб что-нибудь такой или серый в общем я взяла хлеб столичный подовый он мне очень понравился внешне и в принципе он не понравился по аромату но потому что в хлебопечке мы можно очень такое печь но мне не хочется морочиться с всякими заквасками еще чем-то белый хлеб я его как-то так но вы знаете по life-влогом иногда его пику но довольно редко так я вообще все ем без хлеба ну вот вот прям захотелось дальше для собаки собственно в пятерочку я шла за покупками для собаки взяла крупу ячменную упаковку она или 25 не 27 рублей она стоит по-моему также для собаки взяла пачку овсяных хлопьев вот эти геркуле и мужа пачку гречки взяла вот я себе ее иногда беру ну как я в общем-то ем регулярно гречку но я иногда хвалю иногда нет вот если крупа такая вот бледная на не самая хорошая если она более коричневая она нравится больше то что это какой-то странный запах но как бы кроме запаха вроде ничего плохого нет поэтому себе скорее я буду брать подороже так ну еще я взяла одну упаковку овсяных хлопьев это уже себе вот эти вроде как оказались приличные хотя знаете бывает крупа более чистая но это тоже нельзя сказать что она какая-то грязная нормально и еще заодно взяла упаковку муки пусть лежит это у меня просто я когда покупаю муку я пересыпаю ее в банку но у меня всегда какой пакет муки еще лежит в запасе там например на балконе в комоде лежит вот и я поняла что у меня в запасе нет и как бы это не очень хорошо печь я люблю поэтому как то так ну а костюм и который я себе купила вот показывала в примерочный я его но по крайней мере я кадр сняла там не знаю покажу или нет надо все посмотреть но тем не менее если что я вследую вас в следующем влоге покажу уже вот потому что сейчас уже не хочу показывать как-то я уже примерила сняла и вот а на днях я сниму еще один лайв-влог и тогда уже там вам покажу расскажу как он меня вообще костюм мне очень понравился потому что он такой с начесом теплый ну я хочу по крайней мере верить что будет тепло хотя у меня всегда холод начинается именно с рук ладно этот влог я буду завершать если видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтоб не пропустить новые видео благодарю вас за просмотр желаю вам здоровья увидимся в следующем видео пока пока